Новые микрорайоны, новые соседи, а вопросы те же. Как сделать жизнь комфортнее и безопаснее? Чтобы решать задачи было проще, все большую популярность набирают разного рода сообщества, где люди делятся своими чаяниями и пытаются их решить. Жители шестого микрорайона пошли дальше и создали общественный совет, куда вошли 35 человек. Люди разных профессий, возрастов и взглядов. А вот цель у них одна – бороться за видное своей мечты. Мы должны слышать общественность, общественность должна понимать, что администрация открыта для диалога. И мы выполняем работы, наказы, и это видно, и уже по первому месяцу видно, что идет работа, идут результаты. И самое главное для меня – у нас есть понимание. Общественному совету завидное всего месяц, но представители объединения уже успели проявить свою гражданскую, небезразличную позицию. Много внимания уделяется проблеме парковок в микрорайоне. Вместе с представителями госадом технадзора осуществляют рейды, выявляют нарушителей. На этом собрании работу в данном направлении решили продолжить. И до Нового года организовать еще три рейда. Также будет прорабатываться вопрос по увеличению парковочного пространства в наших микрорайонах путем выделения в тех местах, где они не задействованы вообще никем и ничем. Не могли не затронуть тему локальных очистных сооружений на улице Завидной. За несколько часов до собрания главой Ленинского района Олегом Хромовым было проведено совещание с представителями компаний-застройщиков, на котором было решено передать очистные в муниципальную собственность и привести в соответствие с санитарными нормами, а также построить напорный коллектор для соединения новой застройки с системой канализации города Видное. Руководитель независимых водоканалов, собственник, сказал, что ориентировочно 10-15 декабря, когда этот запах должен исчезнуть. Также активисты обсудили программу новогодних мероприятий и участие в районной акции «Щедрый вторник». Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова